Привет, Cover Project! Я Константин Прокопенко, основатель студии ProDecor. Сегодня я приглашаю вас к себе в гости. Квартира находится в Замоскворечье, в бывшем доходном доме. И я сразу рассматривал старый фонд, поскольку в новом фонде покупать квартиру скучно. В старом есть энергетика и своя душа. Квартира была готовая. Здесь жили люди, она была немножко убитая, но со своей мебелью. И часть из этой мебели, небольшая, осталась вместе со мной. Это шкаф в холле, напоминает балийский стиль, и небольшой комод на кухне. Имея опыт работы с объектами в старом фонде, мы часто обнаруживаем лепнину на потолках, в той или иной степени уничтоженную зачастую. В этой квартире я не нашел ни одной лепнины, к своему сожалению. Единственное помещение, где обнаружилась лепнина, это прихожая. Поэтому я решил оставить ее такой, какая она есть, просто закрасив все в один цвет. В свой интерьер я хотел перенести воспоминания из своего детства, когда я проводил каждое лето у бабушки в деревне на Дону. Там был дом Мазанка, где я постоянно пачкал свою одежду, находясь на диване, или на кровати, или просто проходя мимо. И мне захотелось иметь такой же опыт у себя, но разве что без пачканья. Сходство между Мазанкой и моим интерьером, оно весьма такое посредственное. Оно больше понятное мне. Здесь нельзя сказать, что я использовал такие же материалы, но это у меня еще была история со строителем. Когда я пришел принимать работу у прораба, он говорит, посмотри какие идеальные стены, и я хорошо сделал. Я говорю, мне не нужны идеально ровные стены. Я сразу сказал, что нужны более-менее кривые, на что он сильно удивился. Поэтому идея как раз перенести вот эту неидеальность из дома в деревне к себе в интерьер является весьма интересной для меня и очень личной. Неидеальность скорее здесь можно назвать все-таки действительно неровные стены, которые бросаются в глаза. Не явно, но бросаются. Например, на кухне совершенно нет ни одной прямой стены на один квадратный метр. И там была проведена жутчайшая долгая работа по этим стенам. В частности, дополнительные элементы декора, которые находятся здесь, также отображают некую отдаленность тех материалов, которые были у меня в детстве в деревне. И вот такое несовершенство, неидеальность в формах, в предметах, она также преследуется философией нашей студии. Мы называем это кинцуги, когда старые предметы, поломанные предметы, они не выбрасываются, а восстанавливаются и используются дальше. Квартира площадью 140 квадратных метров. Планировка здесь не менялась, так как планировалось въехать достаточно быстро. Из прихожей мы попадаем в холл, из которого, собственно, мы видим гостиную. И также можем попасть на кухню, в кабинет и в комнату дочери. Из холла мы попадаем в гардеробную и далее в спальню. И в ней не хотелось сделать шторы, поэтому я разместил там жалюзи деревянные. И они очень хорошо дополнили интерьер данной комнаты. Здесь находятся санузлы интерьера, в которых мы практически не меняли ничего. Разве что в гостевом санузле покрасили стены в другой цвет, поставили стеклянную перегородку и заменили тумбу с раковиной. До начала проектирования этого интерьера я знал, какие вещи со мной переедут сюда. Одной из таких вещей является радиола, которую я как раз привез от бабушки в деревню. Она не рабочая, я ее не восстанавливал, я ее не использую как музыкальный инструмент, исключительно как предмет интерьера. Также со мной переехали винтажные кресла Lounge Chair. Он достаточно давно уже у меня успел немножко пострадать, но тем не менее он со мной. Я для него очень долго искал место, но в итоге нашел в своем кабинете. Также со мной переехали предметы искусства, которые я начал коллекционировать еще, скажем так, несколько квартир назад. На это подвела меня моя подруга, и с тех пор я потихонечку увеличиваю свою коллекцию. Самая первая картина, которая появилась в моей коллекции, это «Спортсмены». Это одна из картин триптиха Лисы Жилкиной. Данная картина вызывает бурю эмоций, особенно у моих гостей, которые говорят, что эта девушка страдает, другие говорят, что она счастлива, но я вижу, что она старается для того, чтобы достичь каких-то результатов. И поэтому каждое утро, когда я захожу на кухню, меня это стимулирует вершить новые дела. Какие-то вещи для этой квартиры находились сразу. Какие-то вещи дольше требовали времени и внимания. А, например, для стены в гостиную я очень долго искал, чтобы туда разместить. После чего я увидел работы Ульяны Хохловой. И мы с ней вместе решали, что сюда может подойти. Она предложила несколько эскизов, после чего мы выбрали, подкорректировали. И конкретно для этой квартиры она его сделала. Здесь нет никакого скрытого смысла. Исключительно форма соответствует содержанию. Сравнительно недавно на кухне появился новый большой обеденный стол, сделанный по моим эскизам. До этого был более компактный, может быть, более правильный для помещения относительно всех размеров, но менее удобный. Для меня работа с освещением – это что-то личное. Поэтому, когда я вижу в помещении люстру по центру, и она заливает всю комнату – это большая боль. Есть ряд светильников в этой квартире, которые особенно, я считаю, удавшимися и к месту. В частности, торшар в гостиной. Основная идея его в том, что он парит в воздухе и не стоит на полу, и как будто не висит на потолке. При этом его можно регулировать наклон и уровень освещенности. На кухне я сделал несколько сценариев освещения – на обеденный стол, на картину, отраженный свет с верхних шкафов, на рабочую поверхность и над островом. Основное освещение идет наверх и отражается, наполняет мягким светом всю комнату. При этом его можно повернуть, и он будет освещать исключительно сам остров, что позволяет во время тщательной готовки видеть все очень детально. Центром интерьера в комнате дочери является светильник Инга Маурер. Ограниченные версии Viva Italia из Этельс. Этот светильник в переводе на русский язык называется «Записочки». Я пытался привлечь дочь к созданию интерьера своей комнаты, на что она мне сказала – делай сам. Поэтому данная комната была создана мной, но свою лепту дочь внесла в виде картины над кроватью. Я предложил дочери на выбор несколько вариантов цифрового искусства, и она остановилась на одном из. Я не очень люблю яркие светильники, но при этом один в интерьере имеется – это проектор. Это была хорошая замена телевизору, который здесь некоторое время простоял, но тем не менее подготовка помещения была заранее под проектор. Поэтому на стене вместо того, чтобы повесить экран, была нанесена краска. Специальная, высококонтрастная, она отличается от других стен своим покрытием, но при этом можно не вешать какие-то дополнительные элементы и воспроизводить картинку сразу на стену. Для меня интерьер получился мягким, обволакивающий. Мне хочется приходить сюда каждый день, возвращаться с работы, поскольку я чувствую себя здесь частью природы. Я здесь устанавливаюсь, получаю энергию для того, чтобы выйти на следующий день. С новыми силами. Для меня это место силы. Субтитры создавал DimaTorzok